Добрый день, коллеги, друзья! Пчелы просидели два дня. За два дня принесли килограмма три всего-навсего. Вчера почти целый день шел дождь. Сегодня пасмурно, пчела пошла в девять часов. Работает как сумасшедшая. Ну, все зависит от силы семей. Лед килограмм на десять, но они его не принесут, потому что работать начали очень поздно. Ну, и сядут, наверное, поздно, потому что 20 градусов тепла, это не очень хорошая погода. Когда был взяток 8,5 килограмм, было 27 градусов тепла, или 26, и солнечно целый день. Пчела работала. И с этой стороны такая же картина. Как говорится, кто на что учился, кто на сколько смог, набрал селенок, настолько и работает. Сегодня, вероятнее, в последний день дома, потому что взяток уже заканчивается, вероятнее всего. А может и будет хороший привес, но завтра уже будет меньше. Акассия процентов, наверное, 40 осыпается, ездил, трусил ее, слипится. Ветра нет, тепло, влажно, хорошо, может быть, еще выдаст. Не помещается в два летка. А с третьего выдувают влагу. Ну и в нижний ходят, но в основном работают в два. Здесь стоит решетка разделительная. Смотря на происходящее, радость переполняет как пчел, так и пчеловода. Пчеловода переполняет радость от того, что есть пчела, которая несет нектар с белой акации, превращая его в мед. А пчелы радуются, что они его приносят себе на пропитание. Но этот пчеловод злой скоро заберет этот медок и угостит покупателя этим драгоценным продуктом. А пчелишкам даст подсолнечный мед, может, разнотравий, если будет. Вот как-то так. Вот так работает пчела. Выходит солнышко. Акация в самом пике. Но жаль, что они поздно вылетели. Было холодно, сыро, ветра нет. Но посмотрим, что к вечеру приплыло. Настроилась погода. После обеда, часа в два, пчела заработала. Ну, вероятнее всего, сейчас уже пять, но сядет будет шесть-шесть с половиной. Но мы уезжаем. Может, скажете, это очень несерьезно, но мы уезжаем шести с половиной килограмм. Поедем на те же шесть с половиной, а может, даже больше. Но даже если будет и меньше, чуть-чуть, но там перспектива. Здесь уже осыпается. Вон люди по два-три ведра за день акации из-под веток выгребают. Осыпавшиеся. Все, дома акация закончилась. Набрали 26 килограмм. Поехали дальше. Сегодня слабыш с утра принес 4,4. Еще как минимум за два часа садится килограмм пчелы. То есть на слабыше 5,5 килограмм. Всего улей набрал 16 килограмм. Еще раз доказываю, что среднестатистическая семья, которая несет не очень много, 3,5-4,5 килограмма, она работает размеренно. А та, которая приносит по 7-8 килограмм за два дня, она присаживается и больше потом сильно не работает. Эта семья, которая несла 7-8 килограмм, за два дня отдохнула, выпарила 2,5 литра влаги. Сегодня утром вес был 76,8 килограмма. На сей момент 83,2. То есть 6,4 килограмма она принесла. Сейчас за час еще сядет килограмм. В общем, где-то 7-7,5 килограмм нектара будет. Вот с таких привесов я уезжаю. Общий вес на сей момент 27-27 килограмм принесли меда за 6 дней рабочих. Даже за 5. 4 было, и это 5. Два дня дожди. На седьмой вечер я уезжаю. Поедем за большими медами в поле. Человек присаживается. Родственница, у нее большая акация стоит. И она сказала, что вчера она за целый день дождливой собрала два ведра цветочков акации. А сегодня до обеда уже три. Акация отсыпается. Все. Завтра, если будет здесь килограмма 4, это хорошо. А там на посадках килограмм 6-7 точно будет. Если она, конечно, там выделяет, и она достаточно нормальная. Но надеюсь, что все будет благополучно. Вот так, с таких привесов мы уезжаем. А кто-то килограммом радуется. Ну, кто на что учился. Для транспортировки пчелосемьи все-таки 5-7 килограмм нектара принесено. Это очень много. Открыли поддоны. Пусть дуют, вентилируют. Но, правда, температура 23 градуса. Не очень жарко. Ничего, доедем. По асфальту мы не на гонках. Нам, как говорится, добраться главное до места. Ехать около 31 километра. Ну, вот, 83,6. А тут 76,8. Ну, не хватает 200 грамм до 7 килограмм. Ну, еще грамм 500 принесут, потому что, я рассказывал, пчела с 4 часов начинает садиться. Поэтому основная масса пчелы уже села. Полкило будет. В общем, 7,2-7,3 килограмма нектара. Все по корпусу сейчас я снимаю. Убираю весы, закручиваю. И ждем транспорт. Поехали. Кто-то меня назовет нелестными словами. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Проверим еще раз свои выплаты. Покорпусно начали тянуть языки, приклеивать корпуса друг к другу, к стенкам. То есть, мед есть. Здесь пошла уже побелка между рамками. Крепят друг друга. Ну, 83 килограмма. 105-110 килограмм умаули полностью. Это уже что-то говорит. Килограмм 20 осталось запихнуть. Но придется, наверное, оставить 4-й корпус на месте. В корпусе стоит решетка. Так что проносят они все 7,8-5 килограмм нектара в верхние корпуса. Ничего им не мешает. Зато все на месте. Матка внизу, 2 корпуса медовых. Ставь пчеловек. А это вот днище. Так дно обсиживает семья весовая. Ну, в общем-то, и немного пчелы, я вам скажу. Нормальное состояние. Прицеп в боевом снаряжении. Приехал мой спаситель. Тракторенок. Все зацеплено. Погнали. Пчела дует, гудит. Сейчас ветер пойдет, все спрячутся. Поехали. Колеса накачали. До 4 атмосфер. Передний до 3,5. Колесам 5 лет. Ну, проехали, может быть, от силы, ну, 1000 километров. Это мой спаситель Сергей. Который заталкивает прицепы с первого, как говорится, качка. Обратно. 1-2. Ну, а вытаскивать это вообще без проблем. Литки не закрываем. Как говорят, машина загудела, затарахтела, дышала, затрещала. Машина поехала, пчелы залезли и сидят. Ну, кто остался, я не виноват. У меня остались на втором прицепе отводки. Слетит пчелка. Ну, как говорится, вперед за орденами. Кто, говорит, не спрятался, я не виноват. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!